В прошлом видео вы, возможно, заметили, что меньшая диафрагма объектива даёт более чёткое изображение, но и более тёмное, поскольку через небольшое отверстие в камеру проходит меньше света. Мы можем сделать изображение светлее, увеличив диафрагму объектива, но тут нас ждёт подводный камень. Изображение получится более размытым. Давайте узнаем, почему так происходит, и взглянем на нашу сцену, точнее, на одну точку этой сцены. От сцены отражаются световые лучи, и из этой точки они идут во всех направлениях. Отверстие пропускает лучи, идущие в одном конкретном направлении. Если сделать его больше, в камеру попадёт больше лучей, отчего изображение станет светлее. Но тут возникает новая проблема. Лучи из нашей точки распространяются на большую часть плоскости изображения. Теперь одна точка покрывает большую площадь. Изображение становится размытым. Кроме диаметра диафрагмы объектива, у нашей камеры есть ещё один важный параметр, который мы можем изменять. Это расстояние между плоскостью изображения и диафрагмой. Я буду называть его фокусным расстоянием. Если придвинуть плоскость изображения ближе к диафрагме объектива, то предметы на ней будут казаться меньше, однако мы увидим больше предметов. То есть при этом увеличится поле зрения или угол обзора. Если отодвинуть плоскость изображения дальше от диафрагмы, будет наблюдаться обратный эффект. Теперь предметы будут казаться больше, но мы увидим меньшую часть сцены. В этом случае поле зрения станет уже. Таким образом, есть зависимость между фокусным расстоянием камеры и её полем зрения. Это очень важное свойство. Давайте на этом остановимся. В следующем упражнении вы сможете сами посмотреть, что происходит, если изменять расстояние между диафрагмой объектива нашей виртуальной камеры и плоскостью изображения.